всем привет привет и я рада видеть вас на моем канале так как и обещала вчера у нас сегодня будет мастер-класс и сегодня мы с вами будем лепить такого младенца он будет несложный без каких-либо сказать будет несложный и он будет как бы более мультяшный такой да то есть без анатомии вот выскочила наконец-то у меня в глазах ну что подождем немного наших опоздавших если тут такие существует пока они у нас будут идти еще раз скажу о том что все веса взвешиваю вот на таких весах приобрести их можно в рыболовецком магазине магазине медицинском то есть они как для золота также в радио товарах такие есть так что не проблема постарайтесь еще поближе на краю я тут сижу сейчас я немножко сдвинулась совсем точек урок небольшой несложный ну что все готовы привет привет всем итак на тело мы с вами возьмем 34 грамма мастики раскатываем и как всегда с вами все начинаем с такого шарика из шарика начинаем формировать такую колбаску вот такая у нас получается фасолинка это у нас пять сантиметров здесь три здесь два вот еще раз вам покажу что у нас здесь здесь даже два с половиной вот такая вот у нас фасолинка это будет наше тело теперь мы с вами сделаем ручки так как это у нас будет младенец он у нас будет такой ползающий я уверена что такая фигурка всем прям подойдет потому что на годик до заказывают часто у нас такие всякие фигурки сейчас подберем сколько у нас на нож будет будет младенец пользу ползающий на заднюю ножку я возьму 6 граммчиков это прям немножко это будет такой костюмчик 6 грамм мы берем раскатываем вот такую фасолинку это получается три с половиной здесь по полтора грамма и теперь эту фасолинку мы с вами вот так подрезаем и выводим пяточку здравствуйте здравствуйте всем укладываем на стол и как бы слегка с одной стороны мы прибиваем это нам нужно для того чтобы здесь получился вот такой плоский край чтобы нам было удобно приклеить эту ножку к костюмчику и то же самое повторяем со второй ногой тоже берем 6 грамм мастики кстати забыла сказать что мастика у меня с смс конечно же и леплю я из мастики лав бэйк которую можно приобрести в магазине бейкер стора если укажете промокод танин торт то получите еще и скидочку 5 процентов не только на мастику вообще на все так всем привет привет кто у нас присоединяется со второй ногой вот все все вот точно также повторяем вот такая получается у нас ножка обязательно ножки свои сравнивайте я уже много раз это говорила чтобы у вас не получилось так что одна нога будет одного размера другая нога будет другого смотрите примеряйте чтобы они у вас были одинаковые да мне нравится и на вкус и за то что она такая тягучая то есть да то есть она не так быстро сохнет я вот раньше стоп продукта лепила он быстро покрывался корочкой и приходилось очень очень оперативно работать слабый не нужна такая оперативность есть время но к ней нужно налогчиться конечно то есть вот эта тягучесть с одной стороны хорошо с другой стороны после топа тяжело как-то сложно привыкать к ней нет у меня нет торта дивана и так на вторую ручку мы с вами берем 5 грамм опять же катаем фасолинку по своему размеру она приблизительно должна быть вот как ваша ножка у меня это тут получается где-то 2 и 9 внизу 16 наверху 13 из как всегда на столе мы ее прибиваем с одной стороны чтобы она вот была такой плоской и тут еще прикручиваем слегка повторяем опять же и вот и вот и Скатали, сразу сравнили, прибили Теперь мы с вами возьмем мастику, которая немного будет отличаться У меня будет такая сиреневая, но можно и любого другого цвета Не обязательно такого Можно даже просто более розовый, более активный По 0,5 грамм берем на каждую ножку Опять мы с вами скатываем шарик И приклеиваем Если у мастики плохой липкий слой Значит обязательно сначала промазываем клеем Ола Буэнос диас Так, повторяю Да, конечно, выставлю обязательно Я еще там пока не выставила, правда, еще мопсика Надо проредактировать там чуть-чуть Так, сделали Теперь берем клей Либо водичку Тут чем вам, опять же, будет удобнее работать У меня клей на основе смс То есть это 40 грамм воды И 1-2 грамма смс Добавляем Сразу я, наверное, начну с того, что Сделаю, сделаю, сделаю Сделаю следующее Мы макаем шпажечку нашу в клей И вставляем в ручки Смотрите, входим мы в центре И проходим Получается Ну вот, вот так Проще, наверное, показать, чем сказать Ножки я просто приклею То есть всю нагрузку Нашей фигурки Будет нести на себе руки То есть опираться Будет наша фигурка на наши ручки Пусть пока полежит немножко подсохнет Здесь Я забыла один момент Сделать наши ручки Самое главное Наша опора Привет, привет Что ты там за календарь? А, все, я поняла Ты будешь делать тортик На 9 мая На каждую ручку Мы берем с вами по одному грамму Телесные мастики Здравствуйте, здравствуйте Делаем такой вот защип Это полтора На сколько здесь На почти на полтора Ну, мы лишнее сейчас все отрежем И делаем такую варежку По желанию можно сделать еще и пальчики Можно не делать Можно оставить варежкой То есть тут уже как вам больше нравится Можно сделать так Можно не делать Сразу я здесь клею И в нашу А, нет, это не с этой руки Рука С другой Лепим младенца сегодня Опять создаем варежку Вот такую Сейчас я соображу Вот я тут Уже потерялась Какую руку куда деть Да, будет, конечно, обязательно Опять же, вкручивающим движением Приклеиваем Нашу ручку Ставим на мастику И отрезаем Все, что у нас лишнее Теперь Слегка оттопыриваем Смазываем клеем Шпарочку нашу И опять же Смазываем Здесь такой Небольшой защип Чтобы нам Вторую ручку Можно было поставить И вот теперь Смотрите Здесь очень важный Момент Нам нужно сделать Как Наша рука Вот это будет Самой главной Опорной То есть У нас шпажка Будет проходить Слегка Наискосок И на этой шпажке Будет еще находиться И наша голова Поэтому Нужно провести Все очень Аккуратненько Можно даже Знаете Сделать Как будто Вот эту ручку Вперед Выставить То есть Как будто Ползет Наш ребятеночек Обязательно Макаем шпажку В клей Или в водичку И проводим Нашу шпажку Обязательно Все мы Это делаем Вкручивающими Вкручивающими Движениями Даже Продолжение следует Теперь Смазываем Здесь Клеем И подтягиваем Как бы Края Швы нам Замазывать Не нужно Потому что У нас Это как бы Ткань Но если Замазать То будет Конечно Немного лучше Теперь Берем Мы с вами 2 грамма Мастики Добрый вечер Добрый вечер Вернее День Я уже Простите Видите Привыкла Что у нас Вечно Вечер Так что Добрый день Девочки И делаем На наш Костюмчик Такую Вот Теперь Сделаем Ботиночки Ботиночки Буду делать Белого цвета Но Опять же Можно Любой Другой Цвет На Ваше Присмотрение На Каждый Ботиночек Мы с вами Возьмем По Полтора Грамма Хотя Можно Даже И по Два Знаете Смотрю Два Очень Даже Неплохо Будут Смотреться Давайте По Два Граммчика На Каждый Ботиночек Катаем Такую Капельку У меня Это Два На Один И Три И На Один Сантиметр Смазываем Клеем И Приклеиваем Наши Ботиночки Ботиночки Ботиночками Теперь мы с вами сделаем голову голову нашему младенцу голова у нас как всегда большая сейчас примере не знаю сколько точно получится больше на голову возьмем наверно грамм 45 сейчас еще раз примерка произойдет сейчас прошу прощения еще раз на примере просто мне кажется отлично так 45 грамм нам понадобится для головы хорошо вымешиваем нашу мастику стараемся раскатать шарик чтобы нам нем не было заломов и трещин раскатали теперь слегка мы его выкатываем это получается у меня где-то 4 на три с половиной сантиметре к теперь мы делим нашу голову на две части нам нужно сделать очень заниженную линию глаз так как котлетки маленькими глаз очень сильно занижена оттягиваем слегка наши щечки даже смотрите турция с нами мир хава наверное я правильно сказал главное самой в это верить вот такая у нас получается голова сейчас я вам скажу сколько это все и так 4 и 3 на 3 с половиной так все осталось на три с половиной давайте сбоку вам скажу здесь три с половиной здесь у меня три сантиметра теперь нам нужно с вами сделать маленький носик для этого берем небольшой кусочек мастики можно аккуратненько вот здесь загладить можно этого не делать смотрите сами как вам нравится если вот плохо замазывается просто слегка смазывайте водичкой либо клеем для того чтобы появился такой липкий слой потому что когда мастика у нас sms вот эта липкость уходит и становится мало из-за этого сложно затереть делаем щечки не люблю я швы люблю все затирать у нас что-то остается делаем такой вот ротик вреднюшки слегка приподняли теперь сделаем с вами глазки я работаю с мастиковой лап бэйк между глазами приблизительно расстояние должно быть равной еще одному глазику спасибо нет руки не волшебные самые обычные такие же как и у вас девчонки даже не сомневайтесь в этом ничего сложного мы с вами не делаем удобно смотреть через призму старайтесь чтобы глазик у вас был под лицо ты не вылазил горбит так теперь берем кисточку сразу пока мы с вами не начали рисовать глазки сразу с вами тонируем сухими красителями щечки можно этого не делать но если будете тонировать то тонируем сухими красителями либо жирорастворимыми либо пыльцой то есть но ни в коем случае не тонируем водорастворимыми красителями можно приобрести приобрести эту мастику магазине бейкер-стор если укажете промокод тонин торт у вас еще будет скидочка 5 процентов ничего страшного эфир будет в записи поэтому на ю тубе он будет постоянном доступе а в инстаграме как всегда сутки я тут уж и себе уже подготовила уши у нас будут достаточно низко то есть между глазами в том вставляем маленький пушка я вам скажу сколько грамм каждая ушка у меня по 18 грамм чеку теперь нарисуем глазки глазки буду рисовать обычными гелевыми красителями кисть смачиваю в воде ну Спасибо большое тут ничего сложного и у вас также все легко и быстро получится так теперь черным красителем рисуем наш врачок смочили кис мыли теперь немного белого цвета нам нужно такой небольшой блик чтобы наши глазки были более глубокие теперь перехожу на более светлую краску и мы с вами нарисуем реснички где-то приблизительно серединке глаза ведем нашу кисточку подцепила немножко здесь точно и и и и и и и и губки немножко подкрасим с вами красим сначала внутреннюю часть потомки смочили сняли лишний краситель сняли лишнюю воду и слегка растушевали и теперь берем кусочек небольшой на стеки и на наши глазки мы приклеиваем блики вот так теперь берем клей смазываем все тут одеваем его голову так чтобы она слегка смотрела вверх то есть наш малыш его взгляд должен быть направлен слегка вверх но сильно голову не задирайте если сильно задерете тоже будет плохо он должен смотреть вверх но не так чтобы очень знаю как это объяснить даже теперь сделаем волосенки ну волосенки это конечно громко сказано больше чубчик я бы сказала так так как она у меня блондинка наша малышка сделаю ей вот такие светленький волос спасибо большое такая челка из фиолетовой мастики сделаем бантик спасибо большое да кстати вот я увидела там оля написала что на ю тубе будут постоянным доступом доступе а здесь сутки так что подписывайтесь каждый день там стрима здесь там и резко бываем а на ю тубе каждый день поэтому всех приглашаем активная ссылка в шахте профиля можете зайти посмотреть подписаться на ю тубе там все это будет так здесь такую хочу 0 хвостик сделать и побольше к челочке добавить так и в завершение я еще поставлю немножко бликусиков принципе вот как бы уже наша фигурка готова ее можно потонировать при желании слегка кое-две можно и не тонировать ничего страшного просто когда тонировочка более такая живая становится у нас фигурочка поставлю пару бликусиков на щечках и можно еще тут ну вот видите как мы с вами быстро легко и безболезненно слепили фигурку сейчас я все здесь приберу и вам покручу поверчу хочу показать что у нас получилось чтобы вы разглядели со всех сторон нашу красоту простите меня эта болячка моя не дает спокойно вот такая у нас получилось девчуля вот такие мы лапочки получились ну что же дорогие друзья я надеюсь что данные фигурка вам понравится буду ждать конечно же ваших лайкусиков буду ждать ваших комментариев ну и конечно же если вы еще не подписаны на мой youtube канал обязательно приходите подписывайтесь у нас там стримы каждый день активная ссылка в шапке профиля и буду рада вас там видеть ну а кто не подписался значит подписывайтесь на инстаграм на сегодня все большое спасибо что были со мной всем пока пока у нас там ну Продолжение следует...